Надеюсь, что вы помните из прошлого видео, что произведение давления на объем – это величина постоянная. То есть, если увеличить объем, то уменьшится давление. А если сжать воздушный шар или сосуд с газом, при условии, что в нем нет отверстий, тогда давление внутри сосуда или шарика возрастет. Давайте теперь разберем пару стандартных задач на эту тему. Допустим, у меня здесь есть воздушный шар или что-то подобное. У него есть некий объем, назовем его начальный объем. Итак, начальный объем – 50 кубических метров. И пусть начальное давление – 500 паскалей. Вы помните, что такое паскаль? Это 500 ньютонов на метр квадратный. И, допустим, мы решили сжать этот воздушный шар до 20 кубических метров. Чему же равно в нем давление теперь? Начнем с того, что чем дальше, тем труднее сжимать воздушный шар, и давление внутри шара возрастает. Попробуем его вычислить. Мы знаем, что P1, умноженное на V1 – величина постоянная. При этом у нас не происходит изменений в энергии. Я лишь сказал, что шарик сжали, но я не говорил, что была проделана, например, некая работа. Поэтому новое давление, умноженное на новый объем, будет равняться той же константе. Равно P2 на V2. Выпишем отдельно. P1, умноженное на V1, равно P2, умноженное на V2. При условии, что не была совершена работа и не было обмена энергии вне системы. Как правило, в задачах именно это имеется в виду. Итак, начальное давление было 500 паскалей. П1, умножить на 50 кубических метров. И здесь надо помнить, что поскольку в этом равенстве у нас с двух сторон одни и те же единицы измерения, и мы не требуем, чтобы все это равнялось какому-то конкретному числу. К примеру, мы не знаем точно, чему равняется это K. Хотя можем сейчас вычислить. Главное, что если мы слева используем некие единицы измерения для давления и объема, справа мы должны использовать те же единицы измерения. То есть важно, чтобы с обеих сторон величины измерялись в одних и тех же единицах. В нашем случае давление 500 паскалей. Объем 50 кубических метров. Это у нас равняется конечному давлению P2, умноженному на новый объем, 20 кубических метров. Что можно сделать с этим выражением? Можно разделить обе части на 10. Вот эти нули уберутся. Затем можно разделить обе части на 2. Здесь останется 250. Получится 250 умножить на 5 равно P2. Значит, P2 равняется 1250 паскалям. Можете проверить, единицы измерения тоже сойдутся. Итак, уменьшив объем на 60%, я увеличил давление в шарике в 2,5 раза. Это согласуется с тем, что мы до этого говорили. Теперь давайте введем новую переменную. Рассмотрим температуру. Она бывает высокой и низкой. Кроме того, интуитивно ясно, что у веществ с большей температурой больше энергии. Чем выше температура, тем больше энергии. У Солнца энергии больше, чем у кубика льда. Или же на интуитивном уровне можно ответить. Где будет больше энергии? Допустим, у нас тут чашка чая, нагретого до 100 градусов. А здесь бочка чая, нагретого до 100 градусов. Я специально взял емкости с одинаковым содержимым. Мне кажется, это понятно. Несмотря на одинаковую температуру, 100 градусов, это температура кипения, но бочка больше по объему и в ней больше молекул, а значит в ней больше энергии. Температура – это мера, равная некой константе, умноженной на среднюю кинетическую энергию каждой молекулы. Это средняя кинетическая энергия системы, деленная на количество молекул. Иными словами, можно сказать, что температура – это, по сути, средняя энергия одной молекулы. И чем больше в системе молекул, тем выше энергия системы, поскольку n – это количество молекул. Можно записать, что энергия системы равняется количеству молекул, умноженному на температуру. k – это некая константа. Здесь будет единица, деленная на k, но мы не знаем значение k, поэтому можно по-прежнему сказать, что здесь некая константа. Итак, кинетическая энергия системы равняется некой константе, умноженной на количество частиц и на температуру. Значение константа мы не знаем, но чуть позже мы его выясним. Ранее мы уже говорили, что произведение давления на объем пропорционально кинетической энергии системы. Суммарные кинетической энергии, если взять и сложить кинетическую энергию каждой молекулы. Это разные k, давайте обозначу по-другому. Пусть это будет k1. И мы также знаем, что кинетическая энергия системы равна некой другой константе, умноженной на количество молекул в системе и на температуру. Таким образом, можно сказать, что это пропорционально этому, а это пропорционально этому. И получается, что произведение давления на объем пропорционально. Это все разные коэффициенты пропорциональности. Их значения мы узнаем позже. Произведение давления на объем пропорционально произведению количества молекул на температуру. И мы говорили, что температуру можно рассматривать как среднюю энергию каждой молекулы. И вот что еще отсюда следует. Константа величина постоянная по определению. Если количество молекул тоже будет постоянным, получится, что PV, деленное на температуру, давление, умноженное на объем, деленное на температуру, все это равняется чему-то, умноженному на количество молекул. Пусть это будет некая другая константа K4. И тогда тут у нас следующий вывод. Мы говорили, что произведение давления на объем постоянно. Теперь мы добавили температуру. Получается P1, умноженное на V1, деленное на T1, равняется P2, умноженное на V2 и деленное на T2. Давайте представим другой шарик. А в нем молекулы газа, как обычно, летают и сталкиваются друг с другом. У шарика есть объем, в шарике некое давление. Что случится, если газ внутри нагреть? Что это значит? Это значит, что средняя кинетическая энергия каждой молекулы увеличится, и тогда они будут сильнее сталкиваться со стенками шарика. А раз они сильнее сталкиваются со стенками шарика, тогда и давление возрастет. При условии, что у нас здесь постоянный объем. Или можно так посмотреть. Пусть температура снова увеличится, но при этом давление останется прежним. Тогда что для этого надо сделать? Как я говорил уже ранее, увеличение температуры ведет к тому, что молекулы сильнее будут сталкиваться. И для того, чтобы они сталкивались со стенками шарика с прежней силой, мне придется увеличить объем. То есть, единственный способ оставить давление прежним, это увеличить объем, при условии, что температура повысилась. Это правило и вот эта формула понадобятся нам для решения задачи в следующем видео. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!